Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения «Специалист». Меня зовут Валерий Иванов. Пару слов о себе расскажу. Я самый успешный бухгалтер и нацистский феноматист. Занимаюсь теорией бухгалтерского учета, практикой и налогообложением. Сертифицированный преподаватель фирмы 1С. Более 10 лет работаю с продуктами 1С. В качестве преподавателя в Центре компьютерного обучения «Специалист» работаю уже 7 лет. До этого занимался и параллельно занимаюсь учетом в строительстве, автор программных продуктов подрядчих строительств, бухгалтерии строительной организации. Занимаюсь много лет автоматизированным хозяйственным учетом в банках и в том числе на базе продуктов 1С автоматизированный учет хозяйственной деятельности в банках. Методолог, автор многих учетных систем для корпоративного бизнеса Российской Федерации. Сейчас развиваюсь и являюсь автором одной из новейших разработок учетных систем, которые, надеюсь, в ближайшее будущее покорят просторы мирового сообщества учетного. Так это будет или не так, узнаем чуть-чуть в будущем. А сейчас мы сегодня рассмотрим небольшой такой рекламный семинар по МСФО в 1С. То есть как автоматизированы международные стандарты финансовой отчетности в 1С и РП на базе продукта 1С и РП. Значит, почта моя ваевановсобачкоспециалист.ру, кого будут вопросы, предложения, можете отправлять, присылать. Если есть вопросы на старте, то есть наш центр является авторизованным центром компании 1С. Я сертифицированный преподатель фирмы 1С. Документы об окончании курса получают как диплом, удостоверение, свидетельства различные, в том числе на английском языке международного образца. Также компания 1С предоставляет свои дипломы, ну, так скажем, свидетельства слушателей для начала. Только слушатели, а уже потом, кто захочет, может получить сертификаты о том, что сдали успешно тесты от компании 1С. Значит, если есть вопросы на старте, вы их мне можете задать, озвучить. Если вопросы потом появятся, вы их можете в процессе озвучивать или в конце семинара будет предъявлено для вопросов. Ну и можем, в принципе, приступать. Вопросы есть? Пожелания? У нас есть слушатели в аудитории. Как вас зовут? Представьтесь. Хафиза, Дарья и Алла. Хорошо. Это так, для обратной связи. Рекламный семинар не предполагает работу с компьютерами в аудитории, поэтому будем просто как слушатели-пользователи. Значит, семинар у нас общий, тема общая, потому что, когда мы говорим о международных стандартах финансовой отчетности и о 1С, это два больших таких столпа, о которых можно рассказывать вечно. Но этот краткий семинар должен нам дать возможность увидеть или, по крайней мере, просто понять, как настроена учетная система 1С и может ли она помочь в составлении и формировании отчетности по международным стандартам. Продукт новый. МСФО для Российской Федерации не новое явление, но надеемся, что все ближе и ближе идет к тому, что будут международные стандарты обширнее в нашей деятельности. Хафиза, если вам холодно, можно окно прикрыть или вам пока нормально? Да, если нет, можете пересесть чуть-чуть. Хорошо. Итак, с чего начнем? Начнем с того, что мы должны понять, с каким продуктом имеем дело, о чем речь. А речь о информационном блоке, справка о программе. Значит, у нас 1С ERP 8.2.4, так скажем, на восьмой версии платформы, платформа 8.3, а версия 1С ERP 2.4, новейшая. То есть новейшая, имеется в виду, что версия. Есть и 2.0, и 2.1, и 2.2, и даже 2.4. Все должны быть знакомы с продуктами 1С, изучая данный уровень, поэтому рекомендуется изучение стандартного букучета перед посещением такого курса. Рекомендуется, конечно же, прохождение международных стандартов финансовой отчетности. Если рекомендуется, это не означает, что обязательно, но нужно понимать правила игры, когда мы формируем отчет и отчетность. Конечно же, у нас с вами блоки разделов, которые есть в типовой бухгалтерии. Здесь мощная ERP-система, так скажем, главнейший продукт 1С на сегодняшний день. Хедлайнер или продукт номер один для производства, для учета и отчетности. Мое мнение, я не озвучиваю на этот счет, так ли это. Я озвучиваю официальную позицию компании 1С. Но могу сразу сказать, что даже 1С-бухгалтерия может соревноваться по учету с этим продуктом. Единственный минус 1С-бухгалтерии, что там нет международного стандарта финансовой отчетности. АМС-фор реализован среди продуктов 1С только в отраслевых системах, только в 1С-консолидации, которую 1С уже отозвало. И вместо нее все полномочия и функции возложены на ERP. Поэтому мы рассматриваем на новейшем продукте, который предусматривает блок международного финансового учета. С чего начать? Начнем с того, что любая система содержит в себе файлы, правка, вид, сервис, окна и все что угодно. И я хочу включить в параметрах команду все функции. Все функции мне нужна эта команда. Главное меню, сервис, параметры настройки. Все функции команда нужна для того, чтобы понимать сердце программы 1С ERP, из чего она состоит и что в ней заложено, что можно от нее ожидать. Значит, Дарья, когда мы говорим об учете МСО в 1С, нужно понимать, на чем он строится. И любой бухгалтер, даже самый начинающий, не понимая всей структуры и сути, не сможет понять, что от него требуется. Если он хочет сразу получить результат, результат в процессе – это всего лишь 10% вашей успешной работы. Ну, 85%, я всегда говорю, это на совести рабочих, бухгалтеров, программистов, блоков CRM-систем и непосредственно первичных фактов жизни, которые отражаются в учете. 10% – это отчет и отчетность вашего бухгалтерского успеха. А 5% как считаете, это что? Это программы, это программисты, это разработчики. Они тоже могут ошибаться, правильно? То есть, если они ошибаются, если не так настраивают, что бы ни сделали бухгалтеры, успех все-таки зависит от работы программ и от автоматизации бухгалтерского учета. Давайте посмотрим, из чего состоит сердце самой программы 1С. Главное меню – все функции. Все функции, мы сейчас посмотрим, в принципе, все укропненные, из чего состоит любой продукт 1С. Но мне же важно понимать, что когда я задаю вопрос нашим слушателям, сколько планов счетов в бухгалтерском учете – это сколько счетов Хафиза, да? А планов счетов? Но если говорим об обычной коммерческой российской организации, то стандартный – это один план счетов обычной стандартной коммерческой организации, правильно? Как вы думаете, здесь, в ЕРП, если мы заявляем, что будет учет по стандартам МСФО и РСБУ, то здесь будет как минимум два плана счетов. А если бы мы еще ввели бухгалтерский учет для целей Казахстана, Украины, Белоруссии и каких-то других стран, могли быть еще и какие-то три, а еще и управленческий, но в стандартной ERP, 1С ERP, у нас всего два плана счетов типовой. Это план счетов бухгалтерского учета российский стандартный и план счетов, международный план счетов по МСФО. Я когда говорю международный план счетов, люди, знающие, сразу задают вопрос, Алла, это какой такой международный, если его нет? То есть, у меня тоже возникает этот вопрос к другим, когда говорят международный план счетов. Его тоже нету, правильно, как такового? Но мы должны тогда ответить на вопрос, а что же есть? Если план счетов как таковой в МСФО отсутствует, то что же есть? Потому что план счетов МСФОшный, я забыл вам сказать, по версии 1С. Да и РСБУшный план счетов здесь тоже по версии 1С, правильно? Когда мы говорим о плане счетов, мы должны, Дарья, ответить на вопрос, а что такое счет бухгалтерского учета? То есть, та категория или что-то, что относим, а какие еще варианты? То есть, факты жизни – это уже проводки, двойная запись, да? А именно сам счет – это что, как вы понимаете? Или просто код чего-то, да? То есть, если счет – это код чего-то, имеют ли право все компании, ведущие учет по международным стандартам финансовой отчетности, по МСФО, кодировать какие-то категории? То есть, многие западные компании, применяя МСФО, говорят, а у нас мэппинг там статей таких-таких, и показывают экстрементские или какие-то другие таблицы, где на каждую статью у них есть какие-то коды. Свои, буквенно-числовые, цифровые, разные. То есть, это можно назвать планом счетов, если они ведут учет по международным стандартам финансовой отчетности, и коды чего-то – это их планы счетов. Можно назвать? Совокупность кодов – это план счетов, а сами коды – это счета. Когда меня спрашивают, что такое аккаунт или счет, я говорю, это код чего-то. И если вы не понимаете, о чем речь, то учет понять сложно. То есть, первый вопрос, на который должен отвечать каждый день бухгалтер, это вопрос «что?», «о чем речь?». То есть, нам не чужды понятия активы, капитал, обязательства, доходы, расходы, затраты, прибыли, убытки. Но вы всегда задаете первый вопрос «что?», «о чем речь?». А уже второй вопрос мы задаем себе, Дарья, это «что с этим?», «что происходит?», чтобы родился факт жизни, правильно? Если я просто говорю «макароны», то есть, это не о чем? Вы говорите «да, это понятно, это что-то». Понять товар, материалы или продукции мы пока не можем. То есть, нужно понять в контексте организации. Если говорю «получены макароны от поставщика в нашем ресторане», то вы понимаете, Хафиза, что это сырье, да, материалы для производства блюд наших готовых продукций или услуг, оказание услуг ресторана. И, конечно, вы чувствуете «получено» – это плюс. То есть, это уже будет по дебету активного счета материалы, макароны. Но как вы их закодируете, ваше личное дело по МСФО, правильно? А по бухучету российскому мы будем думать «о, это десятый счет». То есть, я к тому, что вы должны быть готовы, что когда мы сейчас факты жизни некоторые увидим, или даже на этом сегодня мы не увидим, но если факты жизни какие-то будут, я просто покажу вам некоторые документы, которые есть у нас в демо-базе, то нужно понимать, что факт жизни, он в любой стране, любого мира, факт жизни одинаковый. То есть, что-то, о чем-то речь, и плюс или минус этого чего-то, который мы должны отразить в учете. А вот как это отразится на, закодируется, другими словами, по российскому и международному учету, это зависит от того, какую учетную систему мы используем. Раз. Какие категории и коды мы используем. Два. И как все эти коды и категории лягут в нашу отчетность. Ведь ни для кого не секрет, что отчетность – это следующий финишный, результатирующий, как скажем, показатель компании, бухгалтерской компании, я имею в виду через букву «А». То есть, если бухгалтер затеял что-то, он затеял это не просто так. Поэтому мы должны понимать, что такое бухгучет всецело, когда мы говорим об учете в 1С. Кстати, 1С – это единственная учетная в мире система. И неповторимая. Может, неповторимая, но не единственная. То есть, есть какие? САПы, да? Сейпи. Какие еще есть учетные системы? Парус. Парус есть учетные системы международные. Международные, потому что используются во многих странах СНГ. Какие еще есть? Разные. В Китае какую используют? Ну, какие это свои внутренние. И САП в том числе. Вся Азия сидит на САПе. Европа. То есть, немецкая система. 1С может похвастаться тем, что вот мы, близлежащие страны, тоже 1С. И почти вся Россия тоже 1С. Сейчас скоро стартует новейшая учетная система. Я не буду их называть имена. Может, они не стартуют. Но сейчас наука идет вперед. И хотят создать суперновейшую интеллектуальную учетную систему. Новую. Так скажем, B-система, которая будет помогать и вести учет бухгалтеру. Это учетная система искусственного интеллекта. Насколько она будет успешна, узнаем. Но она должна помочь вам. Как вы сегодня, например, заходили в интернет и смотрели стиральные машины. То машина вам, потом компьютер помогает вам 200 раз еще. После этого напоминает, что есть разные другие стиральные машины. То же самое и хотят сделать в бухучете. Чувствуя ментальность любого бухгалтера, подсказывать ему на каждом шагу, что он сделал или что не сделал. Кстати, если мы начисляем зарплату, может ли машина напомнить, проверить страховые взносы, НДФЛ и все остальное? То есть, она будет вот так напоминать. Конечно, бухгалтеры должны быть стрессоустойчивыми. И когда мне предлагают 200 сообщений, каких я не хочу сейчас видеть, это может раздражать бухгалтеров. Но говорят, что это будет система, которая будет учитывать каждого бухгалтера. То есть, это будет объективный учет с субъективными какими-то характеристиками. Так скажем, наноучетная система или неучетная система на уровне психологии и науки и бухгалтерского учета. Посмотрим, что это будет. Буквально в ближайшие годы она уже стартует. И обещает стать новым руслом для развития всего бизнеса во всех странах мира. Посмотрим, как это будет. То есть, это не биткоины, а это какая-то, может быть, похожая учетная система. Кстати, когда говорят, банки мы полностью автоматизировали учет, предлагая вам продукт, в котором они будут вести сами бухгалтеры. Они имеют в виду, что упрощенка дохода и все, что поступает на ваш счет, они умножат на 6%. То есть, это не называется бухгалтером, правильно? А мы сейчас говорим о другой системе. Так вот, когда мы говорим об МСФО или об учете в 1С, вы должны понимать о трех этапах ведения учета. Когда меня спрашивают, что такое информатика, я говорю, это наука по сбору, обработке, хранению информации и выводу информации из системы. То есть, любая информация имеет ввод, этап ввода информации, хранения и вывода. Можно ли это сказать и про учетную систему? Можно. Но только вы помните, что эта информация не вся, а только об активах, капиталах, обязательствах, доходах, расходах, затратах и иных объектов учета, касаемых вашей компании, жизнедеятельности вашей компании. Поэтому, когда мы сейчас говорим о том, из чего состоит учетная система 1С, я начал с плана счетов только потому, чтобы показать вам, что здесь параллельно все факты жизни будут параллелиться, но три возможности для составления отчетности, мы их увидим. Я о них скажу, озвучу. То есть, стандартно это, используя план счетов и отражая факт жизни, регистрируя, регистрировать его в двух параллельных системах, отдельно для целей бухучета Российской Федерации и отдельно для бухучета по международным стандартам финансовой отчетности. И ФРС, и АЭС, и так далее. Так, соответственно, получается, что? Что бы ни было, в какой бы я ни был системе, какой бы я не вел учет? Первый этап – это нормативно-справочная информация плюс документы. Почему это важно знать, работая с 1С или с любой другой учетной системой? Значит, я конкурентов вычеркиваю, как неконкурентоспособных. 1С оставляю, B-систему оставляю, потому что я участвую в ее разработке, вдруг она будет на уровне. Поэтому пусть будет. Так вот, внимание, получается, нормативно-справочная плюс документы. Документы в 1С, это можете себе отметить, бывают двух типов. Это все документы в любых 1С-системах. О них и забывают двух типов. Это автоматические документы. Это автоматические документы. Значит, автоматические документы у нас операции дебет-кредит отражаются автоматически. То есть, что это означает? Я говорю, что с этим, что происходит, от кого, когда, по какой накладной счет фактуре и все документы и даты. А машина сама определяет, как это зарегистрировать и по российским стандартам бухучета, и по МСФО. То есть, у меня раз два плана счетов, международный и РСБУшный, хозрасчетный его называют, стандартный, российский. То у меня есть полная возможность довериться машине. Но, к сожалению или к счастью, только 70% таких фактов жизнеавтоматизированы. Казалось бы, банально. Расчеты с учредителями по вкладам, уставник, официал. И у вас, знаешь, такие красивые графики нарисованы? Справа, слева, да? Интеграл, вижу. Значит, хорошо. Получается, что Кафиза, чтобы изучать бухучет, изучает сложную, высшую какую-то математику. Это не обязательно. Здесь максимум метод средний надо знать. Но ничего, для общего развития это всегда полезно. Документы могут быть автоматическими 70%. И операция. Или операции. Но я скажу так, 30% всех операций в 1С еще не автомат. Можете, никогда ими не станут. Почему? Потому что то, что очень редкая переоценка основных средств или еще что-то, то, что мы редко можем делать, оно может быть операцией. Или формируемый уставного капитала. Редко сформируемый, пополняемый уставный капитал. Операция. Или списание недостаченно виновное лицо. Редко. Но не каждый день у нас инвентаризация. И не каждый день есть виновные лица. Вы скажете, не в каких-то компаниях. Есть, конечно, крупные компании, где условно еженедельно в розничных каких-то магазинах инвентаризации. И виновные лица вечно попадают они. Правильно? То есть, если какие-то этапы у вас часто бывают, значит, вы скажете вашим программистам или разработчикам, чтобы эти блоки и участки вам доавтоматизировали. И получается, что если все факты жизни – это 100%, то первый этап – ваша задача сплошным непрерывным методом отражать в хронологической систематизированной последовательности все факты жизни, которые были в учете. Конечно, круто, когда все автоматом. Но иногда придется и операции. Как вы думаете, операция в международном учете? Как будет называться? Операция в скобочках – международный учет. Операция в бухгалтерском учете. Операция в скобочках – регламентированный учет. То есть, слово «регламентированный регламент» означает «стандартный» и «разбушный». Операция «МСФО» означает «международный учет». Или операция «международный учет» означает «по международным стандартам». Но когда вы слышите где угодно, когда угодно, в продуктах 1С слово «операция» речь идет об автоматических или ручных операциях. Ручных. Слово «операция» ассоциируется не с хирургической операцией, а с бухгалтерской. И речь идет о ручных операциях. Конечно, факт жизни родил записи в регистрах. Как сказала Алла, есть какие-то регистры. Здесь имеется в виду регистры 1С. То есть регистры 1С я называю колодцами, хранилищами или колодцами информации. А зачем нужны колодцы? Чтобы от источников получать информацию, а дальше кого поить этой информацией? Кто будет черпать информацию из колодцов? Кто? Получатели, обычные бухгалтеры, правильно? Могут оборотно-сальдовы по счету. Какие вы знаете Алла-отчеты бухгалтерские? Да, любые назовите. Хотя бы один. Да, ну любую. Баланс. Знаем? Баланс. Отчеты о финансовых результатах. Форма 2, да? О движении денежных средств. Следующий рекламный семинар будет посвящен теме ошибок в отчете о движении денежных средств в 1С. Кто хочет, можете записаться к Иванову. Значит, я расскажу о всех ошибках, которые есть, о которых даже не знают аудиторы. Значит, ошибки в отчете от ОДС. Если их исправить, то 1С идеально формирует отчеты о ДДС. Ну или если их не допускать. Итак, отчеты о ДДС, различные карточки счетов. А налоги мы в виде чего, Дарья, сдаем? Как называется? Декларации. Декларации. Декларации – это же тоже отчетность. Когда мы говорим об МСФО, нам интересны декларации по налогам? Ну, нет, потому что мы их декларируем только для той страны, где ведем налоговый учет. Во всех странах налоговый учет свой, верно? Похожий? Не очень, но налоги везде имеют одну суть, правильно? Фискальную. То есть не радуются налогам ни в одной стране мира. А возмещениями с бюджета радуют. Хорошо, то есть вы чувствуете капиталистическую сущность, правильно? Теперь внимание. Из того, что у нас есть. Что относится к первому этапу? Константы, справочники, журналы, документы – это все первый этап. Ввод информации в систему. Отчеты. К какому этапу будут относиться Хафиза? Отчеты. Наверное, к третьему, да? То есть, смотрите, вводим информацию в систему, чтобы ее получить. Выводы информации из системы в виде отчетов и отчетности. А есть еще промежуточный этап хранения. Это все регистры, сведения, накопления, бухгалтерии, расчетов. Это второй этап. То есть хранение информации. Когда мы говорим о регистрах сведений, это таблички декселевские типа, зелененькие. О информации. Регистры накопления. Приходят, уходят, плюсы, минусы, гасятся, не гасятся и так далее. Регистры бухгалтерии представлены какими журналами проводок? Двумя параллельными. То есть у нас, отражая факт жизни, любой факт жизни в управленческом учете, мы можем его тут же провести по регламентированно-бухгалтерскому, РСБУшному, и тут же сформировать его международный учет. Когда я говорю тут же, я имею в виду со звездочкой. Некоторые факты жизни дадут свои результаты и факты жизни только после перерасчетов, после закрытия месяца. В 1С есть процедура закрытия месяца, которая позволяет нам досчитать себестоимость, дорассчитать те или иные факты жизни. Поэтому, когда мы говорим о фактах жизни, одно дело их отразить как факт жизни в управленческом учете. Другое дело нажать кнопку дебет-кредит, провести, сформировать МСФОшный и РСБУшный бухгалтерский учет. То есть главная философия продукта 1С ERP, которую у нас сейчас с вами, в том, что в нем реализованы сразу два плана счетов. Более того, я не могу сказать два вида учета. Видов учета здесь больше. Здесь еще есть управленческий учет, правильно? То есть факт жизни отражается в управленческом учете на регистрах. Параллельно используются регистры бухгалтерии, на которых отразятся еще факты жизни в международном и бухгалтерском учете. Кстати, это зависит от настроек самой 1С. То есть на курсе 1С МСФО мы рассмотрим и сами настройки 1С по учету, чтобы включить или выключить те или иные виды учета. Но глобально все, что не запрещено, разрешено. А все, что не включено, означает выключено. И если у вас не включены половины настроек по международному и регламентированному бухгалтерскому учету, это означает, что эти настройки все выключены. Поэтому уже то, что есть международный план счетов в плане счетов, я его сейчас открою. И просто хочу вам показать, что здесь какой-то счет служебный. Счет с нулями. Но на практике вы можете создать свой счет, указать его признаки. А можно загрузить стандартную модель финансового учета. На курсе по МСФО у нас уже будет загружена стандартная модель финансового учета и все придуманные счета. Восьмизначные и даже девятизначные. Код счета 9 цифр. Какому счету подчинен порядок, основание и так далее. То есть я могу назвать 8 цифр нолик, назвать их основные средства. Ну, понятие основные средства, инвестиционные активы, имущества и так далее. Много разных. Поэтому я просто назову так, и на практике мы будем уточнять. Какие это фиксы, тсс, правильно? Вид счета. Активный, пассивный или активный и пассивный. Или активно-пассивный, так скажем. Значит, у нас, если речь идет о основных средствах, это чисто активный счет. Он забалансовый? Нет. Может ли являться группой? Если я делаю счет-группу, а потом еще субсчета к нему, то тогда это будет счет-группа. А если он сам по себе счет, то это не группа, и он будет использоваться в проводках. Ведется ли учет по подразделениям? Конечно, многие хотят вести учет по подразделениям для основных средств. По направлениям деятельности это возможность 1С ERP. Кто не хочет, не включает, но можно использовать направление деятельности. Валютный и невалютный. Описание счета. И виды субконта. Для субконта вы должны понимать, что это субсчет или аналитика. Я хочу указать основное средство. Ну, например, только обороты или не только обороты. Валютный или невалютный. То есть здесь можно указать эти галочки. Записать закрыт. Ну и так далее. Счетов может быть много. Много еще счетов, субсчетов под группу подчиненных счетов. Стандартно можно загрузить план счетов. Через настройки. Мы сейчас грузить его не будем. У нас время ограничено. Но просто вы должны понимать, что план счетов это то, с чего начинают. То есть план счетов есть. Международный и есть бухгалтерский. Также вы должны понимать, что есть у нас стандартные настройки общие всей программы. И в настройках есть блоки, связанные с учетом. Потому что здесь есть всякие предприятия бюджетирования, CRM, маркетинг, закупки, продажи, заготовки. А есть настройки регламентированного и международного финансового учета. Конечно же не могу не сказать, что для целей номенклатуры и контрагентов у нас есть возможность зашить прямо в 1С для каждой номенклатуры ее начальные настройки. Здесь есть разрезы учета, множество видов учета, наборы, многогабаритные характеристики, упаковки, серые товары, единицы измерения, настройки создания, штрих-коды, уникальности, сегменты и так далее. Настройки поиска, отбора и всякая дополнительная информация. Так вот, здесь можно настраивать все что угодно. Более того, для целей учета можно настроить варианты отражения и для российского бухучета, и для МСФОшного. То есть в разделе регламентированный международный финансовый учет можно включить основные настройки. Ну вот посмотрим на примере международного финансового учета. То есть, НСИ и администрирование. Напомню, что настройки в 1С делятся на частные и общие. Общие настройки, как правило, в разделе НСИ и администрирование. Это настройки, не связанные с самой компанией, а действующие, как правило, для всего учета, который есть в 1С. А частные для конкретной фирмы «Ромашка», «Петрушка», «ООО «Миксер» и так далее. Вот если в НСИ администрируем международный финансовый учет, я его здесь настраиваю для конкретной фирмы «Ромашка», «Петрушка», «Бета», «Гамма», «Тетала» или для всей Одинесски. То есть, для всей Одинесски. Смотрите, для фирмы это будет учетная политика по международным стандартам, учетная политика по РСБУ. Слово учетная политика подразумевает, что она у каждой компании своя, и мы ее настраиваем отдельно для всех. А когда мы говорим об общих настройках, то это, как правило, разделы НСИ администрирования. НСИ администрирования, ну, здесь могут быть и частные, и общие. Но, как правило, большая часть – это общих настроек. Это все общая настройка. То есть, смотрите, если я здесь отключу МСФО, то это означает, что ни одна фирма не сможет вести учет по МСФО. Будем отключать? Нет. Проводки по данным оперативного учета или по данным регучета. А здесь, внимание, независимо от наличия бухгалтерского учета, я могу по умолчанию 80% так и настраивать, вести независимо свой МСФОшный учет не методом трансляции из бухгалтерского в МСФОшный, а методом факт жизни в МСФО. То есть, 1С поддерживает три метода формирования отчетности по МСФО. Первый метод – это, который мы смотрим прямо международный учет, строить на основании фактов жизни по управленческому учету. Даже если я не отразил проводки в бухгалтерском учете, МСФОшные независимые будут. И получается, у меня будет управленческий учет, будет международный, а бухгалтерского, российского еще нет. Может быть такое? Может. Есть отдельные для отдельных целей, там по основным средствам. То есть, отдельные, которых нет в российском РСБУ. Но тогда мы факт отражаем в управленческом, как документ. Проводим его по МСФОшному. Есть такая возможность, да. А РСБУшный проведем позже. Ну, например. Почему это сделали? В крупных компаниях есть отдельные бухгалтеры на разных участках, правильно? Факт жизни уже провели. Хотят МСФОшный уже какой-то там сводку что-то видеть. А РСБУшный еще Дарья не в состоянии сделать, правильно? Например. И тогда получается, чтобы не тормозить компанию. Это так, в шутку. То есть, мы строим МСФОшный по данным оперативного. Но, если мы включим галку и по данным регламентированного учета, это означает, что я смогу из регучета. Но тогда, внимание, зависимость от чего? Если ставлю по данным регу учета, я не смогу никогда сформировать свой МСФОшный, если он будет зависеть от проводки в БУХ-учете. Но это тоже хорошо. Пока они отразятся в БУХ-учете, значит, факта жизни нет. Значит, и нечего. Но я шучу. Но условно, если такая система, я тоже понимаю, что это неправда. Факты жизни, они всегда есть. И мы их могли отразить, но еще не считаем там-то. Поэтому вот здесь, как хотите, можно машина поддерживать и то, и то. То есть, это означает возможность в каких-то трансляционных механизмах настроить соответствие счетов. То есть, в соответствии, что этот счет 0,1-0,1 соответствует МСФОшному 8,0,1. Например. И когда проводка сформируется в БУХ-учете, я буду нажимать сформировать проводки в МСФО, и она будет смотреть, ага, раз есть факт жизни на регистре бухгалтерского учета РСБУшного, то я сделаю и в МСФО такую же. Ну, по сути. По сути. А по форме она будет чуть-чуть другая проводка, правильно? Ну, другие коды. Функциональная валюта для целей АЭС-21. Рубль Российской Федерации. А может быть и какой-то другой. Доллар, евро и так далее. Ну, функциональная это та, в которой мы, по сути, и существуем. Здесь можно указать различные валюты, дополнительный справочник валют. Можно загрузить модель учета с файла. Можно выгрузить модель своего суперучета. Ну, и так далее. То есть, здесь можно включить обе галки. Разрешить и то, и то. Можно. И закрыть настройки. То есть, по умолчанию мы разрешили возможность и там, и там видеть, настраивать. В НСАИ есть еще и регламентированный стандартный учет. То есть, ведется регучет. Все факты жизни отражать или начиная с даты. Если с даты, нужно вводить остатки. Если все, то все. Управленческий учет на плане счетов регучета. Это по желанию. То есть, это означает, что я для цели управленческого учета буду использовать стандартный бухгалтерский учет. Лучше это не включать, но по факту. Учет валюте, управленческий учет, отчет финансовой отчетности. Можете указать валюта представления финансовой отчетности. Ну, здесь вообще не рекомендуется это делать, если уже кто-то ввел учет. Но если на старте вас спрашивают, конечно, можете указать галочку «Да». И сказать «Да», хотим выбрать, например, там, представляем управленческую отчетность в доллар. Есть ли контролируемые сделки в ФНС. Есть ли торговый сбор облагается ли. Ручное изменение проводок разрешать или не разрешать. Я себе включаю всегда «разрешать», но по факту можно не разрешать. Ручная корректировка что позволяет вам? «Исправлять документы» или «Проверять документы с запретом редактирования» или только уведомительные, без запрета редактирования. То есть она пусть проверяет, если есть ошибки, она вам будет говорить «Внимание, есть ошибочки». Значит, сам блок международного финансового учета и отчетности. То есть их всего существует три варианта, как настроить отчетность и отчетность. Первое – это непосредственно из факта жизни и из документа. Прямо в факте жизни нажимаю проводки дебет-кредит, формирую международный стандарт факты для МСФО, которые лягут в отчетность. Второй вариант – это непосредственно транслируя из данных бухгалтерского учета, но тоже из данных бухгалтерских фактов жизни. Ну и третий вариант – это не связанный с первыми двумя, это просто взять отчетность РСБУ, транслировать в отчетность МСФО. Да, трансформировать, трансформация, абсолютно верно, спасибо. То есть получается, метод трансформации – это третий вариант. Но чтобы сделать отчетность по трансформации, можно и не пользоваться 1С-продуктами, правильно? То есть мы когда говорим об учетной системе, когда мне тоже говорят, и говорят, мы будем методом трансформации, я говорю, вы можете и без учетной системы это тоже делать. Зная особенности тех или иных нюансов, можно делать и без учетной системы. Но 1С-ЕРП поддерживает все эти три факта, то есть три способа и возможность введения учета. А сейчас есть звук? Слушатели, дайте связь. Потому что у Романа звука нет. У других есть. Хорошо, Лариса, спасибо. Значит, получается, есть возможность трансформации, есть трансляции, есть и с фактом напрямую. Кстати, я вам сейчас задам вопрос, а вы ответите. В блоке «Финансовый учет» есть возможность автоматического отражения документов в международном учете. Это имеется в виду тех, которые не отражены в фактах жизни еще. Потому что смотрите, у меня есть первый способ. Зайти в любой документ и нажать там кнопку «дебет», «кредит» – английские буквы – по международным стандартам. Она сформирует по международным вручную, но это автоматически. То есть я просто нажму «ДТКТ», она автоматом сформирует «ДРК». А если я какие-то документы не доформировал, я могу заходить в отражение документов в международном учете, и она их доформирует в конце месяца, как закрытие месяца. Если же закрытие месяца – это автоматическое тоже, но по регламенту раз в месяц мы закрываем месяц. И есть возможность вручную, те 30%, которые не автоматизированы. Операции «Международный финансовый учет». Создать операцию вручную сможет каждый. Понимая факт жизни, можно вводить дату в строках. Очень часто в МСФО такое бывает, что я хочу несколько фактов жизни, но сразу в одном документе и разными датами. То есть я могу указать, что одна операция прошла 1 марта, вторая операция прошла 6 марта. Дебет какого-то счета 0.01. У меня здесь нет других, но машинам не будет ручной операции помогать самому заводить. И выбрать в субконто основные средства. Конечно, в этой базе пустой, только что загруженной, практически нету объектов учета, никаких основных, никого и ничего. Но можно их создать, я сейчас этого делать не буду. И соответственно отразить факт жизни в учете. То есть на разные даты могу в одном документе по международному учету отразить несколько фактов жизни и даже на разные даты. Вы скажете, ну зачем нам это? То есть чаще всего бывает один факт жизни на одну дату, правильно? Но если вдруг решили по ли много фактов отразить в один и тот же документ, то тогда отразите. Можно стернировать, можно отражать дебет счета, валюта, кредит счета, сумма и содержание факта жизни. Дарья, это сумма в бухгалтерском учете или в международном? Как понять? Название документа, да? И закладка, и название документа. Многие спрашивают, это налоговый учет или бухгалтерский? Если мы находимся в документе операции международный учет, то здесь не может быть ни бухгалтерского, ни мисфошного. Ну и какие-то факты жизни, суммы можно отразить. Как вы думаете, машина должна ругнуться, когда я захочу провести этот факт, что у меня отсутствует аналитика, кредиты? То есть я пытаюсь провести документ. Напомню, что операция по международному учету позволяет вам сделать все, что угодно, но она говорит, внимание, не заполнен счет кредита. То есть логический контроль здесь все-таки есть. Если я укажу кредит, ну и выберу какой-то счет группу, будет ругаться или не будет, что нельзя выбирать счет группы в проводках. В ручных операциях она не ругается. Видим? Она просто зафиксировала, как есть, и зафиксировала. То есть есть плюсы, есть минусы. Если нужно, можно сделать тут же на основании стороны, отсторнировать то, что я сделал. Можно по кнопке еще там скопировать, размножить. Это просто факт жизни без содержания, без ничего и ни о чем. То есть что-то отразил. Что? Непонятно что. Здесь отражаются даты и время. Если текущий день, то текущее время. Но она думает, что документ 11 марта сегодня, а факты жизни отражены другими датами. Видим? То есть если бы я не хотел, так я бы снял галочку, отразить дату в строках. И тогда у меня было бы все 11 марта. Ну, операции можно отражать через операции, можно через закрытие месяца. Когда мы пользуемся процедурой закрытия месяца. Мы постепенно, последовательно должны сделать все процедуры. Отражить все факты жизни, которые не могли отразить автоматом. Провести закрытие месяца, отразить ручные операции. И потом смотреть отчеты и отчетность. Мы же так сказали. Вначале нормативно-справочные документы. Потом регистры, куда все попадает, проводки, факты жизни хранятся. И, конечно же, отчеты и отчетность. Учитывая, что у нас такой мини сегодня рекламный семинар, то мы вот чуть-чуть, просто увидев возможность, что можно делать. Машина сканирует на декабрь 17-го, какие операции должны быть. Это может занять длительное время. Я прекращу это событие. То есть в любом случае мы должны понимать, что финансовый учет, сам учет, отражение операции в учете здесь. Все факты жизни в разделах соответствующих. Покупки, продажи, зарплата, казначейство, оплаты и все отдельно. Ну и, конечно же, у вас есть блоки, мастер-отчетность, финансовая отчетность. И есть просто отчеты по международному стандартному учету. Но есть, конечно, настройки и справочники. То есть блок настройки справочников в международном финансовом учете тоже имеется. В 1С, не могу не сказать, ИРП, все основано на группах финансового учета. То есть и стандартный РСБУшный учет, и МСФОшный учет основан на группах финансового учета. Конечно, здесь есть учетные политики, которые мы на курсе отчетность в МСФО увидим. Конечно, есть планы счетов, которые мы затронули. Есть даты запрета проводок, типовые виды международного учета. Но самое важное, что здесь есть, это группы финансового учета. Их всего 4 для международного учета и 2 для РСБУшного. Но, как вы думаете, если мы настроим группу финансового учета для номенклатуры правильно, то есть для всех номенклатур зашьем все возможные варианты счетов и для БУХ-учета, и для МСФОшного, то, соответственно, когда машина будет предлагать нам, точнее, когда мы по факту будем предлагать машине что-то купить, отразить, мы будем выбирать какую-то позицию, для которой будет уже по умолчанию настроена группа финансового учета для группы. Если выберем контрагента, для которого настроена группа финансового учета расчетов, то машина, зная, что контрагент к 60-м счетам условно-РСБУшным, номенклатура в 10-м, она сможет сформировать проводку БУХ-учет, в 10-м счетам? Методом трансляции, если включен из российских проводок МСФОшный, она сможет МСФОшный формировать? Тоже сможет. То есть группы финансового учета это то, что как раз необходимо настраивать всегда, и на курсе МСФО мы увидим, как это настраивается. Я вам покажу, например, группы финансового учета расчетов. Здесь ничего нет, но здесь можно создать. То есть наименование указываете. С кем используется? С поставщиками, клиентами, комитентами и так далее. С правила расчетов в рублях, не в рублях. Вы когда меняете, у вас счета, соответственно, меняются автоматически. Это особенность редакции 2.4, новейшей ERP. В 2.2, в 2.1 и в 2.0 она оставляла все поля. И бухгалтер думал, надо заполнять все. Срабатывали не все, а только часть. Говорит, я же заполнила 40 строк. Смотрите, если указана какая-то отдельная опция, меняются настройки. В ERP 2.4 нет фактурованной поставки автоматизированной. Старых их не было. Ну, Тара, например. Я просто здесь не буду указывать, потому что мне не из чего выбирать. А, из российского есть. Из РСБУшного стандартного. То есть, например, 76.0. Ну, я, например, назову это группа настроек прочие. 76. То есть, для авансов я могу указать стандартно, например, 60. Если с кем? С поставщиками. 60.02. Для долга 60.01. А, 76.00. 76.05. По Таре 76.09. По претензиям 76.02. Нет фактурованной 0.9. То есть, это глобально. Описание можно что угодно. Группа, папка указать, в какой папке будет настройка. Без настройки. На счета учета используется, если для организации не настроены исключения. Можно настроить и для какой-то конкретной организации. Ну, вот у меня для контрагента 76.0 настроено. Можно также 60.0, 62.0 все это настроить. Значит, также настройки есть в части проводок международного учета. Можно настроить по данным проводок Опер учета и по данным проводок Рег учета. Так как я включил обе галки, что хочу и отсюда брать, и отсюда. Здесь уже можно настраивать. Ну, например, я хочу настроить формирование проводок по данным регучета. Тогда получается, если я выбираю настройку проводок по данным регучета, я могу зашить себе операцию. Какую? Я думаю, что счет 10.01, который у меня есть, может соответствовать какому-то международному счету. Ну, вот 10.01, сырье и материалы, активный счет, валютный, количественный и так далее. Создать соответствие международному. 10.01 соответствует какому-то международному. Например, все нолики. Условно. И если у меня где-то в документах будет счет 10.01, то она будет для цели международного учета сразу транслировать в счет 3.0. Это условно. А счет 0.01, вспомогательный, четко соответствует счету все 0.01. Но так редко бывает, согласитесь, чтобы МСФО шире и строго один к одному совсем редко, практически редко. Поэтому соответствие счетов практически не применяется в 1С для настроек в соответствии с МСФО. Например, если поставщики могут соответствовать, а там и там одинаково. Могут и строго один к одному. Но не буду я создавать тысячу счетов для поставщиков МСФО, правильно? А вот когда речь идет об основных средствах, там о материалах, могут быть шире позиции и понятия, правильно? В соответствии оборотов. А вот обороты чаще используются. То есть оборот, это когда означает проводка в бухучете равна проводке в МСФОшном учете. То есть это чаще используют, когда задают прямо проводку. Что если дебет 20-го, кредит 10-го списания материалов производства, то для МСФО это такая проводка. Если 20-й, 0-й, 2-й амортизация, то МСФО это такая проводка. Вот это чаще используют, когда транслируют. То есть, когда я создаю, смотрите, здесь идет уже факт жизни. Не счет равен счету, а настраивает проводка равна проводке. Многие сейчас подумали, если совсем пустая система, то по сути, по сути, родить и настроить этот учет в этой системе, правильно? Это умереть можно, согласен. Поэтому есть стандартные демо-базы, уже настроенные. И есть настроечные файлы с настройками, их можно загрузить. То есть, стартовая, покупая DNS ERP, у вас будут сразу настроечные файлы, стартовые для загрузки стандартных DNS настроек. В любом ERP есть блок международный финансовый учет. В самом базовом, самом стандартном, недоработанном. Поэтому в самом дешевом условии, ну, там сколько стоит. И вы настраиваете эти соответствия. Мы на курсе нашем, уже будем смотреть сразу учетную модель, будем загружать, сразу видеть загруженные будем элементы. И сразу будем вести учет. То есть, мы не будем это вручную настраивать. Мы примеры увидим, а вот именно вручную настраивать это все не будем. Потому что реально, пока мы дойдем до отчетности, время пройдет очень много. И потом просмотры соответствий. Что соответствует чему? Хорошо. Ну, и у вас также есть возможность настраивать немонетарные показатели финансовой отчетности, которые не участвуются в плане счетов, но существуют какие-то показатели, значения. И виды финансовых отчетов. Можно управлять видами и настройками финансовых отчетов. Значит, вы можете создать свой, это конструктор, макет отчетов. Так как по МСФО во всем мире нету единых, то есть есть принципы, как составить ОФП, отчет финансового положения и баланса, есть там еще что-то, где строчки сверху, снизу показатели, показатели. Но именно как должна выглядеть эта структура формы, в учете же приоритет сущности этой формы, то можно настроить макет своим. Также на разных языках, как на английском, так и на русском. Это поддерживается. Ну и, конечно же, посмотрим, что уже есть от 1С в сырой базе. МСФО, комплекты финансовой отчетности. Ну и, конечно, отчеты по международному учету. МСФО, комплекты финансовой отчетности. Значит, здесь можно что сделать? Создать вначале вид показателей, какие хотите, международные и регламентированные, или только такие-то. Наименование и добавить вид финансового отчета, который вы только что создавали. То есть, если вы не создавали ничего, то ничего и не появится. Ну, это вот стандартно. То, что вот макет, это особенность 1С, что она позволяет вам в комплекте создавать свои, внутри вашей компании, утверждать их и использовать именно их, уже готовые. Учитывая, что мы их не создавали, мы посмотрим стандартные 1С, которые есть, не связанные с отчетностью комплектной. А именно, их можно создать? Можно. Какие конкретно примеры, посмотрим уже на курсе 1С по МСФО. Международный финансовый учет, отчеты по международному учету. Аня говорит ей, что я говорю часто по данным оперативного учета. Что имеется в виду по данным оперативного учета? Алла, сможем привести пример, что такое оперативный учет? Вот если мы что-то хотим купить, что имеется в виду по данным оперучета? Что мы купили, то есть поступило на склад имущества, правильно? Ну, например, дебет 10-го, кредит 60-го. Но это я сейчас говорю категории бухучета. А по факту я должен отразить документ, что закупка, что документы закупки все, что поступление. Я должен зайти и сформировать этот документ беспроводочный. Бывает такое, что у меня есть менеджеры по закупке. И склады, и логистики. И они это отражают в системе. Бухгалтер еще видел эти документы? Мог еще и не видеть. Поэтому это называют оперативный управленческий учет. То есть, ага, хорошо, Аня. Аня говорит, я поняла, что такое оперативный управленческий учет. То есть то, что делают другие люди, не бухгалтеры. Потом бухгалтер, когда в крупной компании, мы автоматизировали в Лукоиле 1С и РП, и у них много отделов и по всей России людей, которые не связаны с бухгалтерией. Отражают все факты непрерывно, последовательно. А потом бухгалтеры из любых точек подключаются и что делают? Начинают проводить, отражать, собирать факты. Поэтому оперативно имеется в виду, что тот жизненный, который отражается другими пользователями, не бухгалтерами. Во всем мире, как думаете, с уважением относятся к финансовым менеджерам и каунтерам? Или так? Это у нас так принято в СНГ странах с уважением и так далее. А в остальных, даже скажу, с пренебрежением или с каким-то опосредованным, условно на уровне стажер, консультант или кто-то еще, условно и такие же и бухгалтеры. Потому что там с уважением относятся только к тем, кто приносит доходы. Вот центры доходов во всем Западе на первом месте. Ну и вообще и в Азии, и на Западе, где угодно. А мы условно центры затрат. Поэтому, когда говорят, что хорошо работать бухгалтером где-то на Западе, и в Европе, и в Азии, и где-то еще, это на первый взгляд. А по факту мы будем обычными, среднестатистическими, рабочими работниками. Может, это и правильно. У нас принято с супер большим уважением, поэтому это круто. Итак, в международном финансовом учете есть стандартные отчеты по международному учету. Стандартные отчеты, вы сейчас их увидите, перечень. То есть, по финансовой отчетности, какие счета и субконты используются в настройках. Стандартная оборотно-сальдовая ведомость по счету. То есть, по каждому счету могу сформировать оборотку, дебет, кредит, сальдо на начало и на закомет. Карточка счета, анализ счета, анализ субконта. Мы же эти стандартные отчеты знаем на практике. Значит, сводные проводки, шахматки, сверка оборотов, бух и международного. Очень хороший отчет, многие его проверяют. Потому что, когда видят, что у них там сходится все в бухгалтерском более или менее, в МСОшном еще конь не валялся и не начинали, они могут сверять, какие обороты и где еще ни состыковки, ни соответствия. На практике многие предприятия именно используют сверку оборотов и настройку трансляции с помощью оборотов. Не счетов, а с помощью оборотов. То есть, если у них всего лишь 40 типовых фактов жизни по проводкам, может быть такое? Они их сразу настраивают трансляцию для МСФО и ЙОЖИ. А потом особенности, которые есть в МСФО и которых нет в РСБУ, отдельно отражают факты жизни. Ну и анализ взаиморасчета с контрагентами. Ну, например, что, например, вы все знаете обороты на сальдо и просто их покажу. А на практике уже будем здесь пустые. Учитывая, что у нас всего-то по всем счетам, у нас всего-то был счет, придуманный мной первые основные средства, то я вижу, что, ну, условно, были обороты и по моему первому счету, и по какому-то счету 3 нуля. А где-то по кредитам. Ну, например, это была операция принятия к учету основного средства. Или там еще что-то. Могло быть? Могло. То есть, обороты есть, сальдо есть. В данном случае это не принятие к учету основного, это типа поступило. Обязательство, поступил актив. То есть, у меня операция сетего типа больше пива, больше пассива, обороты равны, сальдо между собой равны. Стандартная типовая оборотка. Позволяет ли типовая оборотка в 1С расшифровать? Сразу увидеть факт жизни, каким документом был отражен. Я выбрал документ, и я вижу, что это операция международный финансовый учет. Вы скажете, почему два раза, если номер один? А один отражает, расшифровывает дебет, а второй кредит, правильно? Какой хотите, тот открываете. Ну и факт жизни открываете и смотрите. То есть, это стандартный оборот на сальдо и ведомости. Это анализ сверка оборотов международного регламентированного учета. То есть, вы смотрите, что у вас за группы счетов от оборотов регламентированного учета до всяких там корректировок. По международному учету у вас дебет, кредит. По международному есть. По регламентированному не отражает. А почему по регламентированному ноль? Я делал операцию только в каком учете? В международном. Поэтому в регламентированном ноль. То есть, если я сделаю операцию такую же в регламентированном, то будете там и там. Правильно? Хорошо. Ну, это вот стандартный, который мы используем. Оборот на сальдо и пробный баланс. То же самое. Здесь есть возможность настраивать, группировать по функциональной валюте, по валюте представления отчетности. То есть, здесь можно отражать, в какой валюте что и как будет. Учитывая, что у нас с вами не было фактов жизни, мы здесь не можем увидеть полную модель учета. Но на курсе 1МСФО VRP, на который я вас приглашаю, у нас будет такая возможность все это проследить, увидеть и сформировать. На сегодня все. Мы заканчиваем наш такой рекламный семинар ролик. Мы вам дали представление о внешнем виде 1МС VRP и показали, что используется международный раздушный план счетов и можно настроить свои комплекты финансовых отчетов и отчетностей для формирования отчетности по международным стандартам. Если есть вопросы, запишите. Елена в шутку пишет, что в Российской Федерации тоже не сильно уважают бухгалтеров. Я надеюсь, что это в скором времени исправится, если так и так бывает. Но на практике считается, что директор голова, а бухгалтер и главный бухгалтер и бухгалтерия шея. Поэтому, то есть, это можно сказать, что бухгалтерия всегда во многих компаниях на почетном месте. Надеюсь, что мы будем продолжать отстаивать эту позицию. Всем спасибо. До связи и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok